ЗАСТРОЙЧИК Запах резкий, природа его не вызывает никаких сомнений. В реку сливаются канализационные стоки. Да еще в таком объеме, что зимой здесь зеленеет лед. Река наша просто загублена. И нам сказали эксперты, что еще три года существования честных, река погибнет совершенно. А виной всему вот эти шатры. Но не спешите умиляться. Это не цирк Шапито с клоунами и акробатами. Брезент скрывает очистные сооружения. Мало того, что они построены без соблюдения необходимых норм, в непосредственной близости от жилых домов и других социальных объектов, так еще и с очисткой не справляются. С момента заселения полностью, с дачи последних 14-15 дома начались запахи. Как ветер в наши стороны, микрорайон задыхается. То есть получается, пока народу было немного, они справлялись. Как только заселилось под завязку, то они перестали справляться. Подобная ситуация не могла остаться без внимания властей. Совсем недавно в администрации состоялось экстренное заседание по этому вопросу. А сегодня к собранию жильцов присоединился заместитель главы Ленинского района Сергей Куканов вместе с другими представителями государственных структур. Аудитория была столь велика, что задние ряды не всегда слышали, что говорится с импровизированной сцены. В Минэкологии также взяли пробы. Пробы показали превышение. Превышение по ряду показателей. Сейчас они как подъедут, расскажут, каким показателям, какие вредные вещества превышают определенные допустимые концентрации. Запах – это лишь вершина айсберга. Ситуация гораздо серьезнее. По аналогии с ледяной плавучей глыбой основная угроза кроется под водой. Сбрасывая стоки без очистки, естественно, сбрасывается туда и вот возбудитель вот этих паразитарных болезней. Организм нашего жителя средней полосы, он совершенно не приспособленный, так сказать, выдержать такие вот паразитарные болезни. Сигнал бедствия, посылаемый жителями новостроек, был услышан. По словам главного государственного инспектора охраны окружающей среды, ситуация близка к разрешению. С сегодняшним врачением жителей у нас сегодня здесь работает лаборатория. Будут взяты пробы. Это уже не первый раз, когда мы отбираем пробы. По методике мы вынуждены три раза взять пробы для того, чтобы рассчитать ущерб вред, нанесенный водному объекту. Мы сможем по этим результатам рассчитать вред окружающей среде и уже в судебном порядке предъявлять его, помимо тех административных штрафов, которые мы уже наложили, которые составляют около полумиллиона рублей. Вред, который будет рассчитан по нашим оценкам, может достигать нескольких десятков уже миллионов рублей. И эти размеры, они повлекут не только административные санкции, но и уголовные. По итогам встречи компания-застройщик Телсиком Групп взяла на себя обязательство до 1 мая устранить все неполадки в системе очистных сооружений. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.